В Одинцовском районе в областной акции «Наш лес – посади свое дерево» 12 сентября приняло участие более 13 тысяч человек. Деревья сажали в общей сложности на 41 площадке. Одна из них, самая важная, была на центральной площади Одинцова. Здесь появилась целая аллея, посвященная безбарьерной среде. Непосредственное участие в ее создании приняли люди с ограниченными физическими возможностями. Я второй раз участвую в этой акции, поэтому считаю, что это стоящее дело. Надо озеленять наш город, наш район, нашу планету. Поэтому акция очень хорошая, и я всех призываю в ней участвовать. Я к лесу положительно отношусь. Я рыбак со стажем, мне жалко природу, поэтому позитивно и положительно. Замечательное мероприятие, полезное, позитивное действительно. Хорошо отношусь. Парадокс, но именно те, у кого ограниченные физические возможности, гораздо активнее обычных людей. Повседневное равнодушие чаще поражает именно здоровых. Всегда безбарьерная доступная среда у нас связана с пандусами, поручнями, с тактильной плиткой. Но детям очень важно внимание, детям и, в принципе, людям с этими проблемами в жизни. Очень важно найти площадку, на которой можно самореализовываться, быть такими же активными участниками общества. В каждом из 16 поселений района 12 сентября прошли свои акции. Однако это не помешало их представителям присоединиться и к Одинцовскому мероприятию. Все население выходит, школа, детские сады, социалка, дети. Так что мы практически устраиваем такой же праздник на уровне города Одинцово. По приглашению главы района в высадке аллеи приняли участие известный актер Леонид Ермольник и телеведущий Максим Галкин. Их присутствие еще раз подчеркнуло значимость и масштаб Одинцовского этапа акции «Наш лес, посади свое дерево». А что после нас может остаться? Но если не брать в учет недвижимость, то это, конечно, то, каким мы подарим этот мир своим детям и внукам. И я очень рад, что Одинцовская администрация, знаете, я всегда это говорю, чиновники повернулись к людям лицом, это называется. Поэтому это приятно и в Одинцовском районе очень динамичный и очень активный и, на мой взгляд, очень перспективный руководитель. И я стараюсь в этих начинаниях помогать и Воробьеву, и Ванову. Поэтому мы сегодня приехали с Максом Галкиным сюда. И очень важно, что мы обращаем внимание на людей с ограниченными возможностями, с инвалидами. Потому что вообще уровень цивилизации, уровень нормального общества зависит от того, насколько вот эта вот грань выравнивается. Одно из самых моих любимых дел вообще – ухаживать за растениями. Естественно, я это делал в основном у себя на участке, но с удовольствием откликнулся на предложение поучаствовать в озеленении вот здесь вот этого парка, замечательной аллеи. Потому что это одно из самых достойных дел. На аллее «Город без барьеров» было высажено 85 деревьев – лип, яблонь и каштанов. По словам главы района, за тем, как они приживаются на новом месте, будут внимательно следить. В этом году в Одинцовском районе высадили десятки тысяч деревьев, но это не значит, что работа окончена. В Одинцовском районе помимо центральных площадей появляются еще и парки дополнительные, скверы. Потом все мы знаем, какой урон нанесся караэт нашему лесу. И очень много делянок, площадок после вырубки, которые необходимо засаживать саженцами. И такая акция у нас идет по всему району, по всему Подмосковью. На всех делянках, где произошла вырубка, сейчас наши активисты, люди неравнодушные, активные сажают саженцы. Я думаю, что в нашем районе это порядка 10-12 тысяч человек, которые как один в 10 утра вышли на все точки, площадки, которые пострадали от жука караэна. Плюс мы в этом году активно призываем жителей вместе с управляющими компанией выходить просто в свой двор и сажать деревья вместе с детьми там, где они живут. Это тоже пользуется большой популярностью. Люди откликнулись и действительно вышли в дворовые территории. Сейчас благоустраивает уже тот дом, в котором они ежедневно живут, находятся. Дети гуляют, взрослые отдыхают. Поэтому мест большое количество. Нам сажать и сажать еще деревья. Центральным моментом Одинцовской акции стало открытие памятной таблички, посвященной аллее, созданной при помощи людей, чьи ограниченные физические возможности не мешают полноценной жизни. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.